физкульт привет друзья и ученики вы часто меня просите рассказать о том какие печеньки батончики я делаю вы видели это раньше в моих роликах и сегодня я покажу очень простой но полезный рецепт так как те печеньки которые предлагает сейчас спортивная фитнес индустрия и батончики при всей всем разнообразии они все-таки очень сладкие даже если в них не содержится сахар не знаю как вы я сахар вообще стараюсь не есть поэтому для меня это очень приторно и неприятно но можно делать все самому это будет прекрасная вещь для того чтобы взять с собой в школу на работу в институт куда угодно и в зависимости от того с чем сочетать как готовить это будет полезно как поесть и перед тренировкой ну естественно там не за 15-20 минут и сразу же после тренировки о чем я говорю из чего это все готовится смотрите очень просто вот мы купили фермерские можно сказать деревенские яйца протеин используйте любой какой хотите со разными вкусами от этого будет зависеть какой будет у вас вкус самих батончиков печенек я лично советую использовать тот протеин который вы покупаете а покупать вы знаете я всегда рекомендую вам комплексный протеин что еще понадобится понадобится овсянка желательно грубого помола не быстрого приготовления потом подойдут сушеные фрукты семечки орешки кто что любит я стараюсь поменьше добавлять изюма больше люблю различных орешков что вам советую но если вы готовите именно для того чтобы есть брать с собой после тренировки можно добавлять туда даже бананы и яблоки это будет повышать инсулиновый отклик а вы знаете что после тренировки нам просто необходим инсулин и так сколько мы с вами кладем овсянки овсянки я всегда кладу на глаз сколько получится ну примерно наверное два три стакана сейчас мы с вами посмотрим ну вот один второй хватит как думаешь или еще чуть-чуть еще два еще два ничего себе опа ну давай хватит три три четыре три четыре три с половиной стакана потом сюда рекомендую высыпать протеин сначала добавляем протеинчик чем лучше вы все смешаете тем лучше получится консистенция и сами печеньки будет лучше но не советую вам использовать блендеры миксеры потому что это измельчит наши овсяные хлопья классно именно то что они крупные это придает особую пикантность и печеньки получаются вкусные если вы не будете использовать бананы изюм то это можно вполне смело есть на завтрак вместо печенья магазинных аккуратненько все размешайте и мы еще хотим добавить сегодня какао в зависимости от того на диете вы или нет добавляете чистое какао без всяких добавок но иногда можно себя пообаловать и вот такой вредной ерундой которая называется несклик много мы не будем делать больше для цвета у меня жена любит вот такую один черпачок я думаю будет достаточно само по себе какао очень полезно поэтому если вы его пьете то старайтесь пить как можно более натурально без различных химических добавок здесь все-таки очень много здесь сахара 13 химии ну и сахара конечно но мы не добавляем сахара я не использую сахар вообще и ни в коем случае не используйте сахарозаменители потому что сахарозаменители на самом деле вреднее чем сам сахар единственный сахарозаменитель если его можно так назвать который я использую который мне нравится это индейская трава стевия из нее готовят хороший порошок который очень сладкий жене моей кстати не очень нравится но я просто сам индеец вы же знаете и все индейское мне близко даже трава даже трава так я рекомендую использовать как минимум 4 яйца люблю эти фермерские деревенские яйца оно само яйцо кто бы что не говорил гораздо вкуснее чем то что можно купить в магазине любого сорта особенно это чувствуется когда их делаешь омлет яичницу вареные тоже и что мне нравится в этом рецепте готовится он очень и очень просто надо включить кстати заранее плиту мы это сделали плиту включайте до того как будете готовить вашу смесь на сколько ставить плиту в фаренгейтах не могу сказать ну скажи в фаренгейтах 370 ну где то на 150 180 включайте вашу плиту и вот сейчас начинается самое интересное нужно очень очень равномерно хорошенько все это размешать потихонечку добавляя орешки но смотрите не борщите мы даже яблоки иногда добавляем если вы это будете делать к примеру чтобы съесть сразу или оставить на утро то иногда можно добавлять сюда творог получится совершенно совершенно эксклюзивный вкус чуточку лучше размешала смесь добавьте треть ну максимум пол стакана молока не очень много чтобы не было жидкой все это вот четвертинку мы добавим и все перемешаем в принципе должно хватить если не хватит то добавим еще самое главное вот снизу оттуда все достать чтобы потом когда вы будете выкладывать на форму у вас не выяснилось что не все перемешалось возможно даже рукой кому-то будет удобнее мешать ну в принципе вот нам вроде бы хватило четвертинки молока не переживайте на глаз используйте все ингредиенты которые мы вам показываем советуем самое главное смотрите чтобы все перемешалось не было комочков вот вот такая вот должна получаться на вид уже даже вкусная масса которую хочется съесть поверьте это будут настоящие полезные белково углеводные печенюшки овсяные все равно всю ту дрянь что мы покупаем в магазине сомневаюсь я что кто-то использует там натуральные масла маргарин маргарин спреды мы этого не используем вообще даже как видите растительный масл никаких не используем хотя жена говорит что надо попробовать как-нибудь здесь у нас есть продаются очень хорошие натуральные сливочные масла которые полезны и нужны организму и как-нибудь в следующий раз мы снимем как мы сделаем на масле что из этого изменится по вкусу по качеству по внешнему положите на форму фольгу и смажьте ее маслицем немножечко а после чего будем выкладывать сюда печенюшки наши и отправлять их в печь вот так маслица капнули и прям буквально чистыми руками пальцами по всей форме нужно будет размазать это в принципе очень просто берем вот примерно как вы хотите чтобы выглядела одна ваша печенька собираем ее в комочек вилкой ложкой кому будет удобно на самом деле не важно какой она формы можно делать в принципе вплоть до формы батончика ну я люблю вот такие формы у нас вот так все получается только потому что нет силиконовых форм официальных на самом деле это гораздо проще не страшно у жены конечно это получается все гораздо красивее но раз сегодня я вам показываю вот будут такие на самом деле они потом получаются довольно таки интересные и есть их от этого даже по мне более приятно более прикольно какое-то разнообразие для мозга особенно для тех кто следит за своим питанием вы все прекрасно знаете нужно необходимо центральная нервная система устает от всего не только от еды но и от привычного его вида попробуйте есть в разных тарелках по разному сервировать свою еду и вы увидите что будет гораздо легче вам придерживаться вашего правильного зачастую зачастую сложного рациона питания сложного в плане выдерживания чтобы не есть какие-то вредности я вот настолько жена не даст соврать не ем вот уже давно соль сахар я не могу есть в ресторанах даже мне нравится вот иногда хочу поесть там стейк мясо какое-то из-за этого из-за того что очень много специй используется в ресторанах в мясе в салате в гарнирах я просто к сожалению не могу там есть а может и к счастью и стараюсь есть дома и так готовы наши заготовки печенюшки вот смотрите сколько времени сейчас грубо говоря 20 минут первого наша духовочка разогрелась пока мы все это с вами лепили и сейчас мы туда аккуратненько помещаем нашу форму наши печеньки опа вот так это все красиво выглядит закрываем и будем ждать что у нас получится вот друзья прошло 20 минут 25 и наши печеньки готовы шикарно выглядят и сейчас мы вам их достанем поближе покажем как это все выглядит жаль вы не чувствуете запаха вот они красавцы которые будут и вкусны и полезны вам в вашем дневном рационе они не будут вызывать высокого инсулинового отклика что очень нам с вами важно а если вы их будете кушать после тренировки то съедайте вместе с бананом будет шикарным не то что заменителем белково углеводного коктейля а возможно даже и лучшим особенно если это будут печеньки не только с овсянкой как у нас с творогом ну что друзья всем приятного аппетита пишите в комментариях как вам понравились печеньки батончики и если у вас какие-то свои рецепты есть присылайте можете даже присылать мне видео как вы что-то готовите если это что-то действительно вкусное и полезное и можем сделать на канале рубрику специальную от вас присылайте видео я буду выкладывать будем делиться друг с другом полезной информацией всем пока и приятного аппетита что кушать хочешь и и и и и и и